Здравствуйте, продолжаем изучение законов Лоша Нара, 126 день. Запрет «Рахилут» сплетен, относится и к вещам, которые собеседнику уже известны. Повторяем, «Рахилут» — это любое высказывание, которое вызывает враждебность. Поэтому повторить, то есть еще раз напомнить человеку, что о нем сказали или что ему сделали, значит усилить или пробудить в нем заново плохие чувства. Дело в том, что враждебность — это такая штука, которая может усиливаться и ослабляться. Когда человеку опять напоминают о чем-то, что он уже знает, что провоцирует в нем усиление вражды к кому-то, соответственно, это является запретом «Рахилут». Следующий пример показывает, как много значит уклоняться от споров по финансовым вопросам в надежде на Творца. Отец раздавал детям за столом еду. Один из мальчиков вскочил и схватил кусок брата. Когда брат увидел, что захвачено и ему возвращать не собираются, он подошел к отцу и рассказал, что случилось. «С папа», — сказал он, — «ты ведь не хочешь, чтобы я дрался с моим братом, верно? Дай мне, пожалуйста, другую порцию». Услышав это, отец поцеловал его, дал больше прежнего и сказал, «пусть твой глупый брат остается с твоим куском. В следующий раз, когда подадут еду, ты получишь два куска, а он ничего». Теперь представим себе другую картину. Обделенный брат с криком кидается на обидчика и силой отнимает у него свою собственность. Отец глубоко огорчен. Что скажет он жертве? «Я бы с радостью дал тебе еще, чтобы вы с братом не били друг друга. Какой ты глупый». Если человек не бросается в бой из-за денег, а обращается вместо этого с просьбой о помощи к Творцу, он, конечно, получит награду свыше за то, что избирает путь мира и полагается на Всевышнего, а награда превысит его потерю. А если станет спорить с обидчиком, это не понравится Творцу, так же, как отцу в нашем примере. Но, конечно, жертва имеет полное право искать справедливого возмещения по еврейскому закону в раввинском суде и иными путями, разрешенными Аллахой.